Страшный разгром летом 41-го года. По той же самой причине, по которой горсть людей, армия Александра Македонского, просто горсть людей, которая за тысячу километров от своей родины куда-то там пришла и прискакала, разгромила гигантскую армию персидского царя Дарья. По той же самой причине. Это повторялось и повторялось в истории много-много-много раз. Много-много раз. Воюют не танки, воюют не пушки, воюют люди или не воюют люди. А для того, чтобы огромная мобилизационная армия воевала, должны быть очень и очень непростые предпосылки. Понимаете, это же не рицари, которые с трехлетнего возраста мальчику объясняли, что ты должен погибнуть на поле боя, иначе это позор. В нашем роду никто не умирал в своей постели, все погибли на поле боя. Но это не викинги, это не рицарская дворянская армия. Это многомиллионная мобилизационная армия. И вопрос мотивации здесь решающий, главный, и его везде сложно создать. Сложно создать мотивацию, которая бы заставила человека, который работал бухгалтером, который работал водителем, который работал токарем, почему он должен взять и внезапно умереть, оставив сиротами своих детей. Должна быть очень сильная мотивация. Ну, понятно, что все, что выделывал сталинский режим своим населением, ну, я думаю, даже не надо все это повторять, это раскулачивание, коллективизация, нет, одно только надо напомнить. В 2000 каком-то году, сейчас боюсь соврать, но Госдума Российской Федерации так и приняла заявление по поводу голодомора, в котором назвала цифру. 7 миллионов. 7 миллионов заморянных голодом, искусственно организованным голодом. В начале 30-х годов. Да, 7 миллионов своих. Ну, дальше, что надо дальше объяснять и рассказывать. Да, то есть, мало того, что не создавалась мотивация отдавать жизнь за такую страну и такой режим, создавалась гигантская антимотивация. Почему и произошло то, что произошло. То есть, сотни тысяч номинально советских людей записались в полицаи, записались в добровольцы вермахта, эти самые хиви, создавали всякие там русские освободительные такие-сякие армии, бригады, дивизии и так далее. То есть, масштаб этого сотрудничества таков, что абсолютно официально. Это 1993 год, книжка «Гриф секретности» снят, составитель «Кривошевь», статистический сборник. Абсолютно официально, официально некуда. Официально некуда. 500 тысяч советских граждан с оружием в руках воевали на той стороне. Полмиллиона. 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 Еще раз, это официальнейшие данные советских, бывших советских, на тот момент российских военных историков. Сейчас называются большие цифры, но я привожу именно эту, как минимальную и уже абсолютно не мою. Марк Семенович, сколько населения Советского Союза оказалось под контролем Гитлера в 1941 году? Это вещь известная, но она неизвестная. То есть, немцы... Есть и все это статистика, она советская, госплановская статистика даже есть. В общем, на той территории, которая хотя бы один день была под немецкой оккупацией, проживало 82 миллиона человек. Но это же не происходило одномоментно, имела место эвакуация, как организованная, так и неорганизованная. То есть, люди просто бежали. Ну, в общем и целом считается, что порядка 60 миллионов советских граждан были под немецкой оккупацией. Но это включая и таких советских граждан, как жители Эстонии, Литвы, Латвии, Бессарнабии, Восточной Польши, которые едва ли считали себя советскими людьми. Какое количество людей оказалось в плену в 41-м году? В 41-м 3,8 миллиона. 3,8 миллиона, что больше, чем совокупная численность действующая именно начало войны. С ума сойти! А что происходило с пленными? Потом был 42-й год, по памяти бою Сават, по-моему, порядка полутора миллиона пленных. Дальше эти цифры начали убывать, и тем не менее, в целом за всю войну 6,2-6,2 миллиона советских военнослужащих было в плену, прежде всего, конечно, немецком, а также немножко в финском и немножко в румынском. А что с ними произошло? Пленных 41-го года ждала страшная участь, по самой минимальной оценке 2 миллиона не пережили зиму 41-42-го года. Ну, разумеется, это преступление, тут не о чем, тут нечего сомневаться и искать оправдание тут не может. Это преступление, но я говорю не об оправданиях преступления, а говорю об объяснении. Немцы не ожидали. Немцы не ожидали, что в ходе войны им придется решать проблему содержания, охраны, конвоирования, кормления такого массы пленных. Нет, они вполне ожидали получить такое количество пленных, исходя из численности Красной Армии, но получить их вместе с капитуляцией. Понимаете, война закончилась, Советский Союз скапитулировал, у нас 3 миллиона пленных, кого надо мы оставляем, остальных просто разгоняем по домам, чего держать. Пускай идут и работают на заводе на пользу Германии. А произошло то, чего немцы совершенно не ожидали. Война продолжается, а это значит, что возвращать пленных нельзя, то есть подарить противнику претендент 3,8 миллиона мужчин, которых надо кормить. Еще раз, то, что они, это не важно, что они ожидали и не ожидали. Есть понятные нормы, они зафиксированы международным правилам, бесчисленных, многочисленных договоров, договорах, конвенции и так далее. Захватил в плен, будь добрый, кормить. То, что они заморили голодом дезинтерии 2 миллиона человек, это военное преступление, именно так это было оценивано Неверденским трибуналом, и они подвергают малейшему сомнению. Но, кроме всего прочего, они просто с этим не справлялись. Дальше, дальше, пленные 42-го, советские пленные 42-го, соответственно, 44-го годов, по большей части остались живые, живые, дожили до конца войны. Да, смертность пленных всегда большая, но, простите, она везде большая. В упомянутой мной книжке, в 93-е годы гипсекретности, сняты, так, знаете, великими буквами, там, в предаточном предложении, 440 тысяч немецких военнопленных погибло в советских лагерях. 440 тысяч. И никто это не считает военным преступлением, и я не говорю, что это военное преступление, даже не намекаю. Потому что смертность в лагерях военнопленных всегда большая. А почему? Потому что человек туда попадает не в таком состоянии, как я сейчас, знаете, сытый, такой, довольный, розовый. Человек попадает в лагерь военнопленных, как минимум, измученный, голодный, а еще, может быть, раненый, плюс чудовищный стресс. Ну и понятно, что, как этому всему, концлагерь это не санаторий. Смертность везде была большая, и в советских, и в немецких лагерях для военнопленных. Но это 42-й, 43-й, 44-й годы. В 41-м они просто заморили голодом 2 миллиона человек. По вине нацистов в 41-м году погибло 2 миллиона советских военнопленных. Да, причем это минимальная оценка всех, какие вы можете найти. Марс Семенович, что происходило с руководящим составом в летом 41-го года? Порторги, НКВД, комиссары, то есть все те, которые должны были обеспечивать боевой дух армии и вести ее в победу. Вы знаете, я сам удивился, я сам удивился, как с ними все было хорошо. Я сам удивился. Немцы на оккупированной территории, единственное, что требовалось от коммунистов, это зарегистрироваться. То есть надо прийти в немецкую комендатуру и зарегистрироваться. После чего, после чего возвращаться домой и работать, и работать. Ну, там делалось, что на пенсионерту можно не работать. Что самое интересное, когда туда пришла Красная армия, понятно, что есть, она их было много, но соответствующая инструкция, как надо с инструкцией, там приказ, наверное, скорее все-таки НКВД, о том, что же надо делать на освобожденных советских территориях, какие категории населения надо изымать и так далее. Так вот, от коммунистов, которые зарегистрировались в немецкой комендатуре, требовалось всего лишь зарегистрироваться в советской комендатуре. То есть коммунистам вообще все было замечательно. И есть такой историк Александр Гагун, у него есть несколько книг по поводу истории партизанского движения, в том числе на Украине. По его, это не мои цифры, за что взял, за то продаю. По его, значит, исследованию до четверти, до четверти личного состава полицаев, это были бывшие сотрудники НКВД. Ну, я вам скажу больше, всякий советский человек, уж тем более моих-то, моего возраста, моего поколения, читал или хотя бы слышал про книжку Александра Фадеева «Молодая гвардия». Так вот, все, что написал Фадеев, это чистая правда. Если внимательно посмотреть на эту книгу, то мы видим, что молдогвардейцев выслеживали, арестовывали и пытали люди с русскими и украинскими фамилиями. Так вот, там же совершенно замечательные возникают сюжеты. Один из руководителей полиции в Краснодом, на Краснодоме был, значит, бывший мент, а другой был СОПКОР, газеты известия, а один из самых известных палачей, после того, как Краснодом освободил и Краснодом, продолжил работу по специальности. Только благодаря тому, что вот Фадеев, это, понимаете, член ЦК, председатель Совета Советских Писателей, поднялся большой шум, его нашли, его нашли, арестовали и стреляли. Нашли его в качестве сотрудника особого отдела. То есть он уже работал в особом отделе, там, какой-то армии, и продолжал заниматься тем же самым. Арестовывал, пытал, расстреливал, арестовывал, пытал, расстреливал. Потому что все с ними было хорошо, на самом-то деле. Каковы были потери Вермахта и Красной армии в 41-м году? Насколько они были сопоставимы друг с другом? Поверить в эти цифры невозможно, и никто из тех, кто сейчас нас слушает, не поверит, но цифры таковы. Один к двадцати пяти. Это, конечно, результат. Один к двадцати пяти. Безвозвратный. Я же сказал, что никто не поверит. Значит, что это такое? Немцы потеряли безвозвратно, то есть убитые, пропавшие в бездне, в небольшом количестве, умершие от ран, порядка трехсот тысяч человек. Я округляю все по памяти. Меньше даже. За весь сорок первый год? За половину сорок первый год? На самом деле там меньше, чем 300. Там где-то 260-270 тысяч. Красная армия потеряла безвозвратно порядка восьми с половиной миллионов, из которых 3,8 мы уже с вами много раз повторили, произнесли. Это пленные. Порядка двух миллионов – это дезертери. Часть из них нашли, когда уже красная армия шла на Запад, 43-я, 44-я часть никогда не нашли. Ну и остальные – это действительно убитые, убитые и умершие от ран. Причем, кроме этих трех более-менее понятных категорий, есть еще категории вообще не впадающие ни в какие понимания, просто не сходится статистика. Просто не сходится статистика. Здесь я настоятельно рекомендую кого-то интересным. Ефремов. Вспомним, полковник Ефремов. У меня на сайте самый первый документ, который у меня в 2008 году начал заполнение своего сайта. Докладная полковника Ефремова. Это полковник, он был в организационном мобилизационном управлении Генштаба. В марте 1942 года он пишет докладную записку. Докладная записка заканчивается о призыве, убыли, потерях. Задача о бассейне. Сколько поступило в Красное, сколько убыло. Это генеральный штаб, мобилизационное управление. Так там порядка, по памяти цитирую, 3,5 миллиона человек вообще Генштаб не знал. Вот мобилизовали людей, а их нет ни в строю, ни среди учтенных убитых, ни среди учтенных пленных. Вообще вот их нет. Вот в результате и получается такое невероятное, феноменальное соотношение безвозвратных потерь. То есть это не значит, что был какой-то бой, в ходе которого один немец убил 25 советских солдат. Или правильно сказать, 100 немцев убили там соответственно 2,5 тысячи. Такого боя не было. Такого боя не было. Были огромные, гигантские потери, связанные с массовой сдачей в плен и массовым дезертистам. А так как с точки зрения войны это безвозвратная потеря, то и получилось то, о чем мы говорим. Если же мы говорим о реальных потере, ну в смысле о потере демографических, как убитых людей, ну там тоже, конечно, ничего хорошего. Но тоже где-то будет соотношение, вероятно, 1 к 5. Пользуясь случаем, по вашему вопросу, я еще тоже очень-очень значимую вещь. Значит, есть документ, есть документ, я его в руках держал и в моей книжке «Новые хронологи катастрофы по поводу авиации», «Разгром авиации» я его процитирую. Значит, ну как там он назывался, главный штаб, сейчас не помню очень, штаб ВВС Красной Армии, командный ВВС Красной Армии готовит доклад о потере в 41-й год, это декабрь 41-го года, ну тоже же никто не поверит, 10 с половиной тысяч боевых самолетов проходят как неучтенная убыль. Из них 5 с половиной тысяч боевых самолетов в течение 10 дней июня и июля до 1 августа проходят как неучтенная убыль. При том, что там есть сбиты, там сломались, пропали без вести, это даже не пропали без вести. Ну то есть бомбардировщики улетели на задание, больше их никто не видел. Где там их сбили, никто не знает. Вот это называется пропавшие без вести. 5 с половиной тысяч боевых самолетов вообще исчезли, ушли по-английски, понимаете. Неучтенная убыль. Неучтенная убыль. У немцев было порядка 2 с половиной тысяч боевых самолетов на Восточном фронте в начале был бороться, а с советской стороны 5 с половиной тысяч неучтенная убыль. И так далее. Вот к июлю 41-го, принимая во внимание этот объем потерь, немцы начали считать, что они фактически выиграли войну. Каким образом удалось переломить ход войны? За счет чего? Об этом мы уже в самом начале и говорили. Они выполнили задачу, которую перед собой поставили. Они окружили и уничтожили те силы Краснодар, которые были в западных при ганичных округах. И думали, что после этого им осталось только доехать до Москвы. Оказалось, что это только начало. А там появляется второй стратегический эшелон. То есть вторая армия, по сути? Да. Они встречаются с этим вторым стратегическим эшелоном примерно на рубеже реки Днепр. На всем ее протяжении Днепр и Западная Двина. И перемалывают его в течение июля-августа. После этого они думают, что можно идти на Москву. Но тут появляется опять же гигантская армия, которую они окружают под Вязьмой и Брянском. Это первые числа октября 1941 года. И было в плен 650 тысяч человек. После чего они думают, что можно уже ехать в Москве. Но появляются следующие десятки, сотни, а потом и сотни дивизий. Они не справились с этим масштабом. Они, безусловно, могли с ним справиться. Немцы были в двух шагах от того, чтобы разгромить Советский Союз в ходе летней кампании 1941 года. Это была абсолютно реальная альтернатива, но ее не произошло. Ее не произошла недооценка, огромная недооценка сил противника с немецкой стороны и огромный накопленный потенциал. И огромный накопленный потенциал. Вы же понимаете, если 3,8 миллиона сдавшихся в плен, но если каждый из них 10 раз выстрелил в немецкую сторону, то, наверное, в кого-то попал. Если 2 миллиона в конечном итоге дезертировали, но если каждый из них 10 раз выстрелил, и так далее. Поэтому та немецкая армия, которая была готова, нацелена, снабжена, имела ресурсы на короткую кампанию по образцу французской, она не смогла перемолоть вот тот огромный, появляющийся, понимаете, ряд за рядом возникающий вот этот лес, много дивизий, дивизий корпусов, и с этим они не справились. И, собственно говоря, что я решил, я бы сказал, исход войны. Понятно, что у Гитлера был, если у него и был шанс, то только на Блицкейк. Уточняю, уточняю. Так не зря я с вами в самом начале говорил про эти самые нефтяные цифры. Цифры добычи нефти в Америке, Англии, Советском Союзе, дальше, может быть, про выплавку стали, а дальше можно говорить про выработку электроэнергии и так далее. Против коалиции из Соединенных Штатов, Великобритании, Советского Союза в Германии не было никакого шанса выиграть войну на истощение. Если был какой-то шанс, то в кратковременной войне на уничтожение, в быстрой кампании. Этого они не сделали, и, собственно говоря, поражение немцев под Москвой стало, на мой взгляд, началом конца Германии и Гитлера персональной. Кстати, почему Сталин не уехал в Куйбышев из Москвы? Потому что он был фактически на грани принятия такого решения. Он был на грани принятия такого решения. Этого не знает никто. У меня есть даже не гипотеза, а просто некая догадка. Догадка в том, что товарищ Сталин подумал, подумал и решил, что его товарищи все-таки арестуют в Куйбышеве, придадут народному суду, обвинят виновником всего и как врага народа повесят, но к тому бы все и шло. Поэтому решил, что из Москвы ему уезжать не надо. Я не шучу, я не шучу, потому что катастрофа такого масштаба в рамках того, понимаете, в рамках мышления того формата жизни, который был задан в Советском Союзе, всякая неприятность должна была иметь персональную причину. Ответственную. Да, как говорил товарищ Каганович, нарком железной дороги, у всякой аварии, у всякой железнодорожной аварии есть фамилия, имя, отчество. Катастрофа такого масштаба, как советское правительство вылетело из Москвы и докатилось до Куйбышева, это уже, простите меня, 2000 километров от западной границы, катастрофа такого масштаба должна была иметь фамилию, имя, отчество и ничего другого, как Йоси Сталин, придумать его соратники не могли. Так мне это дело представляется. Это не гипотеза, даже она ничем не подтверждается, едва ли мы найдем документы, которые могли бы это как-то подтвердить.